Итак, всем привет! Как вы поняли уже из названия видео, сегодня речь пойдет о моих пустых баночках. И давайте же, конечно же, приступим разбирать мои завалы, которые у меня образовались за этот месяц, январь. И, в принципе, много тут такого будет интересненького и декоративная, и уходовая косметика, и уход за волосами. Поэтому, кому интересна данная тема, то приглашаю вас к просмотру. Начну с таких вещей, это выпила я витаминки Айвит. В принципе, я их сама не покупала, мне было удивлением то, что мне их дали в подарок за покупку Бипонтена в аптеке. Но, в принципе, вот так вот я вам показываю, что хочу сказать. Вот говорят, что Айвит влияет на кожу, на улучшение состояния ее, то, что если кожа сухая, то тут не хватает витамина А и Е. Пробив эти витаминки, в общем, мое состояние кожи так и не улучшилось. Поэтому смысл говорить о том, что Айвит является, как сказать, панацеей от всех проблем кожи, я тоже не вижу смысла. Дальше, что покажу, это вот такой бальзамчик. Этикетку я сдерла. Это был бальзам от Avon. Avon с ванилью. Мы его выкидываю, хотя, несмотря на то, что тут половина еще осталась, да даже больше половины, потому что он уже изрядно изменил свой запах. Как я заказала новый бальзам от Ifroche и посчитала, что уже пользуется этим, тем более он у меня валяется в сумке целый год. Периодически я им пользуюсь, поэтому я решила, что больше уже нечего ему там делать в моей сумке. Будет у меня другой теперь новый бальзам, а этот отправляется в мусорку. Закончилась у меня смывка для ногтей. Мусорский пальчик называется. Без ацетоном, вот что хочу сказать, средства без ацетона, они довольно-таки плохо снимают лак с ногтей, и после них ногтевая пластина становится белесой такой, поэтому я их не очень люблю, тем более лаки, которые с блестками, очень сложно с помощью них стереть. Закончилась такая пенка для умывания чистой линии на 2 лицелебных трав. Эффективно очищать, не сушить кожу для любой кожи. У меня кожа комбинированная, но зимой происходит что-то ужасное, она превращается в сухую, и при этом никуда не исчезает жир на этой зоне, и при том она сама сухая. В общем, шелушение по всему лицу, это, конечно же, очень печально. И умываться какими-нибудь средствами, содержащими много лауреусофата натрия, вот тут я смотрю, его и нет вовсе, или даже есть. Но вот на втором месте обычно идет лауреусофат натрия в таких умывалках, вот здесь нет, поэтому очень мне она пригодилась в это время. Сейчас она закончилась, вот видите, ну, на дне буквально никак уже не выдавить, она и не стекает, потому что такая густая. Но назвать это пенкой я тоже не могу, потому что она не пенится, не дает пену как пенка, она больше как, вот, не знаю, как лосьон, что ли. Ну, в общем, не пенится это средство, но нормально, в принципе, очищает, не до скрипа, конечно, вы сами понимаете, как же она может очистить до скрипа, когда такая консистенция. Кожа очистолиния покажу, это шампунь, шампунь регулирующий шалфе календула и тысячелестник, уменьшает жирность, сохраняет свежесть волос, для волос склонен к жирности. Понравился мне этот шампунь, в принципе, шампунь очистолиния мне нравится еще с крапивой, мне нравится вот этот, они довольно-таки хорошо очищают кожу головы, и при этом вот не вызывают, в отличие от других шампунек, в которых мощная доза лористульфата, перхоть, вот в частности, раньше я пользовалась как-то один раз, был у меня шампунь Клеовитабе, ужасно просто он вызвал перхоть, и после него только шампунь с крапивой, по-моему, я и пользовалась. Сейчас пользовалась вот таким шампунем, пока не купила Эйвенский, теперь пользуюсь Эйвенским, но если вот покупать между шампуней, то я, конечно же, обращаю внимание, прежде всего, на чистую линию, потому что мне именно, моим волосам, она довольно-таки хорошо подходит. Тушь Super Shock Max, вот в таком интересном дизайне, длинные перья, вы видите, она уже вся высохла, вот как выглядит эта кисточка. Такая кисточка, неплохая тушь Super Shock Max, я бы назвала эту тушь классикой всех тушей от Эйвен, по крайней мере, потому что, не знаю, как другие туши, но это вот классика, силиконовая щеточка у нее, конечно, она для, очень хорошо подойдет, мне кажется, для коротких и таких ресничек будет хорошо их прокрашивать. В принципе, мне эта тушь нравится, суперэффекта она такого накладных ресниц, конечно же, не делает, но на каждый день, мне кажется, она очень хорошо подойдет тем, у кого проблемы с ресницами. В данном случае сейчас я пользуюсь тушью, пользовалась, по крайней мере, на глаза тушью Эйвен. Вот такая новая тушь Big Daring Volume Mascara. У нее просто кисточка, ну, сравните, громадная, то есть такая кисть для коротких ресниц, ну, никуда просто мне не подойдет. Пока я пользовалась, я вот изрядно повозюкала с ней и измазала себе веки. Во-первых, она еще жидкая довольно-таки, потому что новая, и склеивает реснички, потом их расчесать просто невозможно. В общем, мне эта тушь новая у них не особо пришлась по вкусу, мне нравится более Aero Volume, такая голубенькая тушь, вот ей я пользуюсь прямо с удовольствием. Вот эта тушь, это классика, в принципе, кто первый раз заказывает в Эйвен какую-нибудь тушь, то советуют начать именно с этой. Если вам уже не понравится что-то, то переходите на какой-то другой вариант, в частности, кому-то не нравятся силиконовые кисточки, не подходит, не всем ресницам подходят силиконовые кисточки. Вот здесь это, по-моему, ну она силиконовая, но сделана как под натуральные ворсинки. Хотя я вот не могу понять, до сих пор силиконовая она или нет. Потому что я, в принципе, не знаю, когда я последний раз видела кисточку с натуральными ворсинками, не с натуральными, а не силиконовыми ворсинками, мне кажется, что у меня вот все туши силиконовые только были. Поэтому, не знаю, наверное, надо исправить это обязательно и попробовать не силиконовую кисточку. Дальше, что закончилось. Вот такое средство Ангел от марки Лаш. Все полностью израсходовала. Если интересно посмотреть о ней подробненько, то это я снимала Эльбокс с Лизой ОНР. Пришла мне она просроченная, но я все равно пользовалась, по-моему, недели две. Каких нареканий у меня нет. Очень понравилось мне это средство. Хотя поначалу надо все-таки первые два дня распробовать его. Если попадется мне, то я обязательно куплю вот это средство, потому что очень понравился мне такой травяной запах. Хорошо очищает. При этом тут масла, и оно как бы тает кожу. Не делает ее уж слишком сухой. Мне тут у Ларио Лисуфата, что очень хорошо, потому что тоже не сушит кожу. В принципе, когда она у меня закончилась, эта штучка, я как-то даже немного стала скучать. Банночку я сохраню, чтобы в следующий раз мне попадется. Тут написано сохранить ее, и можно прийти в магазин, вам сюда наложат продукт, который вы хотите. Вот такое средство, очень-очень-очень маленькое. Это Супер Аква от Миша. Регенерирующий гель. Неудобная, конечно же, упаковка, потому что приходилось постоянно хранить в перевернутом виде, чтобы вот так вот доставать. Ну, я пользовалась обычным шприцом, и, как сказать, вытягивала оттуда вот эту всю субстанцию. Это на основе улитки. В принципе, мне понравилось, хорошо впитывается, не липнет ничего к нему, потому что, когда кошачьи волосы очень прилипают, вот пыль какая-то, это лицо все чешется, и понятно, что весь этот крем куда-то уходит. Пользовалась я, по-моему, 2 недели. В принципе, это достаточно, чтобы понять, нужно вам купить этот продукт или нет. Продается он в объеме довольно-таки большом, 150 мл. Поэтому покупать для меня вот это средство не вариант, потому что оно может быстро надоесть такой объем, и тем более его надо очень мало, чтобы использовать на лицо. Поэтому не особо как-то я восхищена вот этой улиточной слизью, и покупать я не собираюсь. Дальше это Lancome Visionnaire. Если вы смотрели мое видео L-Box октябрь, то, конечно же, я это средство в пухлый прах разобрала, потому что мне оно не понравилось категорически и по составу, и по всему содержанию. Единственный плюс, который я рассмотрела в последние, последние, наверное, сколько, 3 дня, когда его стала использовать под тональный крем, под BB крем, и, в принципе, это единственный плюс, который я нашла, его применение под тональный крем. Хорошо держит тональный крем, то есть он продлевает, как мне показалось, его стойкость, не скатывается, он потом не стекает, то есть хорошая база. Но согласитесь, покупать крем, не знаю, сколько он обстает, 5 тысяч, или не знаю, покупать крем ради того, что это было только базой под макияж, мне кажется, как-то нелогично, тем более, что у меня есть хорошие крема, которые тоже отлично ложатся под макияж, и ничего такого плохого нет. Я его использовала, чтобы выйти на улицу, наверное, вот только для этого варианта, в домашних условиях, конечно, носить его и ходить с ним дома, это просто не вариант, потому что к нему все липнет, все волоски вот эти кошачьи, они все липнут, и лицо ужасно чешется, хочется его смыть. Да, и если у кого кожа после пилингов, такая немного раздраженная, вот этот крем, он сильно жгет. Вот я рассказывала, по-моему, в этом видео, Алибокс, что когда я его нанесла, мне пришлось сразу же его смыть, потому что он сильно жег кожу, поэтому будьте с этим аккуратненько. Академии, маска для лица восстанавливающая, мне понравилась эта масочка, поначалу я наносила ее тонким слоем, и эффекта от нее никакого не чувствовала. Но когда я стала наносить более густо, как я прочитала на это, то эффект такой вначале, немного разогревающий эффект, не скажу, что справляется с шелушениями, и всякая там идеальная кожа у вас будет, но у меня лично вот приятные какие-то впечатления остались от нее. Если ее хватает на достаточно длительное пользование, то, в принципе, могла бы посоветовать вам обратить на нее внимание. У кого такая кожа, как сказать, тонкая, сухая, то можно, конечно же, приобрести это средство. Если у кого позволяет бюджет, то он неплохой, конечно, неплохая масочка, но я думаю, что среди бюджета тоже можно найти вот такие неплохие продуктики, которые будут питать и защищать вашу кожу. Ну, смотрю я, что у меня все мои пустые баночки, по крайней мере, на данный момент пришли к концу. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!